КАНОБУ РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Если ваше предложение вас заинтересовало, 3 сентября проберитесь в лавку PlayStation, покажите удостоверение PlayStation Plus и заберите бета-версию Assassin's Creed Revelations. Только не перепутайте и не спрашивайте, почему секретные общества так любят Sony. Просто устраивайтесь поудобнее и... смотрите в этом выпуске! Call of Duty Modern Warfare 3. Покупаем победу! Dead Island. Чумовой отдых. Inversion. Гравишутка. Deus Ex New Vision. Душу не заменить. Cell Emergence. Боевик в клеточку. Современный бой становится все ближе к средневековому. В новый режим Survival, грядущий Modern Warfare 3, заложены все те же классические принципы. Первый — выживание. Когда на вас давят волны врагов и заминированные собаки. Второй — доллары. Неприятелей так много, что вы и не думаете об их точном количестве. В голове крутятся денежные знаки. Увы, отпраздновать свою победу можно лишь потратив их на оружие, опять же на его улучшения и так далее. Самый крайний вариант — поделиться с друзьями. Впрочем, от них бывает какая-то польза. Например, напарники могут вас оживить. Помимо валюты и стволов, от основного и первостепенного вас будут отвлекать загадочные линейки испытаний, которые также заполняются от убийств. Убывать, помимо времени, будет загадочный счетчик брони. Говорят, он останется и в сюжетной кампании. Уж не знаем, как это назвать — шагом вперед или дополнительным реализмом. Тем временем Dead Island наконец-то раскрыл свой маленький секрет. Да, речь опять идет о совместной игре. Только вместо террористов — безмозглые зомби. Хотя, если уж сравнивать с чем-нибудь новое видео, лучше вспомнить Left 4 Dead — толпы инфицированных, четверка выживших, самодельное оружие. Все и так знали, что братья будут чем-то похожи. Но теперь, с выходом этого ролика, мыльный пузырь лопнул, и развеять сомнения сможет лишь сама игра. Оптимисты приписали в главные достоинства Dead Island особый уровень насилия. А нам теперь интересно — сколько зомби удастся заманить четверки игроков в одну точку, если обижать весь остров? На этой неделе внезапно изменилась гравитация, поэтому из разработчиков Inversion посыпались подробности о том, чем же они занимаются. С виду перед нами клон шестеренок войны с забавными фокусами. Любопытно, как искусственный интеллект не путается в поверхностях. Но, кажется, вы можете облегчить ему задачу, запустив лужей керосина в самое пекло. Что забавно, и здесь засветилось совместное прохождение. Видимо, неделя выдалась такая. Представьте, как враги подвешивают вас вверх ногами, затем напарник проделывает с ними то же самое. И вот летаете вы, как мешки с картошкой, и стреляете по возможности. А время прохождения игры зависит от того, какой стороной обернутся к вам улица, фонарь, аптека. Вероятно, вас больше волнует Deus Ex Human Revolution. И прохождение первой части станет прекрасным способом убить пару недель до ее выхода. Тем более, народные умельцы все-таки обновили в ней текстуры, приделали DirectX-10 и прочие импланты. Может, это своего рода тонкий протест? Давайте улучшать не людей, а хороший проект. Как бы там ни было, обновленный вариант называется Deus Ex New Vision. И как душа модифицированного человека остается нетронутой, так и на музыку из оригинальной игры никто не посмел поднять руку. О старых хитах поговорили, давайте перейдем к новинкам. Приятно, когда речь идет не о продолжении одного и того же, правда? Автор сценария первого Deus Ex вовсю трудится над проектом Cell Emergence. Очень маленький робот отправился в большое путешествие по телу больной девочки. Не пугайтесь игровых внутренностей. Перед вами процессы, которые протекают в живом организме, скажем так, на клеточном уровне. Глубина и неожиданные повороты такому внутреннему миру обеспечены. Надеемся, что до второй части авторы не дойдут, и болезнь будет уничтожена. Заметьте, не каким-нибудь атомным взрывом. Новости Мельком А в нашем зеленом уголке DLC сегодня день очевидной фантастики. Оказывается, все шесть костюмов Бэтмена будут доступны не только по предзаказу, но и в дополнении к Аркхем Сити. Теперь ломайте голову, во что нарядить летучую мышь. А бедным героям Earth Defense, Insect Armageddon, подбросили припасов в виде набора стволов, брони и прочих плюшек. Космическая десантура отгуляла свой праздник, и скоро для Space Marine появится режим совместного уничтожения. Пардон, прохождения. Ранее штатские опасались, что придется за него платить. А зря. Тем временем в мастерской Insanely Twisted Shadow Planet готовится новый вид сетевой игры. Такой же безумный и непредсказуемый. И, кстати, в нашем уголке обнаружилась еще одна цивилизация. Корейцев и три новых чудо света мы успешно перевезли в пятую часть всеми любимой стратегии. Крутой с М3 зазнался настолько, что позволил себе режим разделения экрана на четверых. Если, конечно, вы не раздобудете столько же телевизоров и мониторов. Что ж, с маленьким старым Грюндиком ловить тут нечего. В сентябре дети идут в школу, а Gotham City Impostors открывают бета-тестирование. Знаете, как связаны эти события? Набор и там, и там ограничен. Steam пока не перешел на продажу игр в рублях и по заниженным ценам. Но уже сейчас можно опробовать новую торговую систему. Обмен предметов и прочих вещей из сервиса на относительно полезные призы. Хотя до самых именитых проектов и торговли между пользователями еще далеко. Авторы Brink, видимо, в поддержку своей борьбы за свободу, сделали свою стрелялку бесплатной на выходные. Может, беспорядки в Англии утихнут, кто знает. Еще один жест доброй воли. Движок Третьего Дума станет открытым для всех желающих. Правда, придется дождаться октября, когда выйдет Rage. Ведь программистам надо скрыть кое-какие секреты и замести следы. Вернемся к погромам в Лондоне и других городах. Психологи привязали эти события к играм, вроде GTA 4. Ведь молодые люди хотят воплотить в жизнь все, что видели на экране. Что тут добавишь? Британские ученые, как всегда, на высоте. Волна возмущения прошла по рядам фанатов Diablo 3. Blizzard не ожидала, что сообщество так болезненно воспримет привязку игры к сети. Чтобы ее запустить, нужно подключение. В чем проблема? А как же наши любители отдыха на даче? Так и до массовых волнений недалеко. А причиной станет вовсе не GTA. Зато есть и хорошая новость. Классическая Temp Park будет перенесена на i-устройство. Ну и Battlefield 3 заодно. Говорят, она в сто раз лучше мобильной Bad Company 2. Хотя мы с нетерпением ждем Theme Hospital. Надеемся, права на нее не перекуплены. Именно эта неделя отличилась вестями о задержке игр. Герои Меча и Магии 6 в первых рядах. Не ждите ее раньше октября. И забудьте, что принц на белом коне должен был появиться еще в июне. Twisted Metal задвинули еще дальше. С октября на первый квартал следующего года. Не спорим, лишняя доработка ей не помешает. Хотя клоуны уже горят от нетерпения. Перенесли важную военную операцию Red Orchestra 2. Кто-то верит, что в сентябре шансов на победу у нее больше. Если вы считаете, что консоли не зависают и не надо подолгу устанавливать игры, послушайте авторов Rage. Для их детища придется найти около 22 гигабайт свободного места в своем ящике. Звучит настолько внушительно, что еще больше начинаешь уважать этот сверхпроект. Зато легкий и горячий бастион улетел с Xbox. И 16 августа планирует свое обустройство на компьютерах. Видимо, его окрылили высокие оценки. А Sony тем временем подготовила свой ответ аркадному лету от Microsoft. Правда, его окренит ближе к осенью. 24 августа появится Street Fighter 3 с гениальным названием «Третий удар». За ним новый Devs Pen. 7 октября подтянется Blood Rain – Предательство. И отдельными бонусами идут дополнения и проект Payday. Между прочим, 6 августа свое 25-летие отпраздновала серия Metroid. День прошел спокойно. Хотя за это время у именинницы накопилось более десятка игр. Во что поиграть на этой неделе? Любителям кубизма посоветуем некогда мобильную Edge. Раньше нашими героями были и черепашки-ниндзя. А теперь, видимо, их место заменит Fruit Ninja Kinect. И если вы готовы провести над собой очередной эксперимент, загляните в Hysteria Project 2. Смотрите скоро на Канобу. Пока Бастион не перебрался на компьютер, мы подготовили приставочную рецензию. Специально на зло-саранче мы выложили на сайт превью Gears of War 3. А для любителей красивого и непонятного рекомендуем рецензию Insanely Twisted Shadow Planet. Пожалуй, еще немного новостей, и у вас начнется информационное отравление. Лучше отправляйтесь на konobu.ru и выплесните все полученные сведения на друзей и недругов. Хотя, позвольте еще одну маленькую весть. Физическая головоломка Splatters появится для Xbox в следующем году. Выглядит она многообещающе. Ну как, вы в порядке? Тогда не забудьте о нашей следующей встрече.